Книга «Открытым оком» 2 том. Тема работа. Вопрос 862. «Потерял опуховый платок. Он был подарен мамой. Что это? Наказал Бог или случай? Радоваться или плакать?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Сирахова, 29. «Бывает успех человеку-козлу, а находка в потерю». Нужно заметить, что это случается во всем мире от того, что невнимательны на утренней молитве, хотя Слово Божие призывает бодрствовать. Колоссянам 4.2 «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. В утренней молитве к Божией Матери мы просим, чтобы она отогнала от нас уныние, забвение, неразумие, нерадение. Бодрствовать в молитве значит быть бодрственным, находиться в памятовании от того, о чем молился и стремился это притворить в жизнь. Как была утеряна вещь? Забыто в транспорте, нечаянно выпало, украли. Все это ненормальность, ущерб. Если бы это было казенное имущество, то был бы наказан. Если это твое, накажи себя сам, определи стоимость ущерба и отними ее от обычного среднего пропитания. Обмани себя, как говорится в притче о домоправителе. Лука 16,6-7 Об этой притче часто спрашивают. Разве можно обманывать? Если было бы нельзя, то не было бы похвалы обманувшему, что он догадливо поступил. Луки 16,8 И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Беспечность, халатность – это есть расточительность. Притча 18,10 Библия дает установление о тех, кто найдет этот платок. Исход 22,9 О всякой вещи спорной, о воле, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей. Кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое, левит 6,3 Или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат. Если Богу, всеведущему, угодно, то потеря может возвратиться с лихвою, если ты не возропщишь ни на кого, а признаешь себя виновным и поблагодаришь Бога за допущенные испытания, как многострадальный Иов. Иова 42,10 Если тебя обокрали во время богослужения, прямо в храме стащили твой пуховый платок, то Иоанн Златоуст учит рассуждать так. Бог знает, и дьявол имеет доступ. Дьявол не бедным тебя хочет сделать, но недоверчивым к Богу, чтобы ты зароптал на церковь, на священников, сбился с молитвы, прервал связь с Богом. Но если ты прославишь Бога за эту утерю, что произошла не по твоей вине, а по злоумышлению врага душ человеческих, и, подобно Иову, скажешь ничего неразумного, не скажешь ничего неразумного, то это будет как раз то, чего дьявол боится. Более всего. А за такой случай, за утерю, мало кто достойно прославляет Бога. Если ты возрубщишь, то дьявол получит желаемое и еще не раз посягнет на то же. Но если прославишь, то он и близко к тебе не посмеет подойти после твоего Аллилуйя.